В эфире информационная программа «Главное» в студии Андрей Санчаров. Здравствуйте! Новые комплексы фото, видеофиксации и реализации проекта «Цифровая экономика». В профильном министерстве рассказали о ходе реализации национальных проектов. Поддерживает вся страна. Регионы России подключились к голосованию за «Главное дерево Европы». День зимних видов спорта. В Листе пройдет большое спортивное мероприятие. Глава Калмыкии Бату Хасиков провел рабочую встречу с генеральным директором фонда президентских грантов Ильей Чукалином. В этом году по инициативе президента России Владимира Путина фонд дополнительно получит 3 миллиарда рублей на софинансирование региональных конкурсов для поддержки некоммерческих организаций. Безусловно, Калмыкия будет претендовать на часть этой суммы. У нас много достойных местных инициатив, которые не всегда соотносятся с возможностями регионального бюджета, написал руководитель республики, комментируя встречу. Он также отметил, что в Калмыкии первые шаги по поддержке местных некоммерческих организаций уже сделаны. В 2019 году гранты получили 6 организаций на сумму более 12 миллионов рублей, что в разы больше, чем во все предыдущие годы. Следующим шагом, по словам Хасикова, станет создание регионального ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций, который будет вплотную работать над увеличением качества и количества заявок, поданных на различные грантовые конкурсы. Илья Владимирович поддержал эту идею и выразил готовность оказать нам содействие в этом вопросе. Уже 21 февраля будут названы победители первого конкурса в этом году. От Калмыкии в нем участвуют 12 некоммерческих организаций. К другим темам. На сегодня в Калмыкии на дорогах смонтировано и введено в эксплуатацию 38 комплексов фото-видеофиксации. Также на трассах работают два передвижных фоторадарных комплекса для выявления нарушений ПДД. Что же касается 2020 года, уже в первом квартале установят еще четыре аппарата и два передвижных фоторадарных комплекса и мобильного специального технического средства ПАРКОН. Камеры используют радарный метод определения скорости движения транспортных средств, а также фиксируют пересечение сплошной линии дорожной разметки. Факты нарушения правил дорожного движения автоматически поступают в группу автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Республике Калмыкия по защищенным каналам связи. В этом году в наших планах установка комплексов фото-видеофиксации на восьми рубежах контроля на автомобильных дорогах федерального значения, четырех комплексов на дорогах оригинального значения и вот еще в эксплуатацию дополнительно двух подвижных комплексов и одного ПАРКОНа. Также замминистра сообщила и о реализации национальной программы «Цифровая экономика». В 2019 году в рамках проекта к интернету было подключено 95 социально значимых объектов республики. Это фельдшерско-акушерские пункты, образовательные учреждения, правоохранительные органы и органы местного самоуправления. Провайдер Ростелеком для подключения к всемирной сети проложил 125 километров оптоволоконных линий связи. Реализация нас проекта продолжается. В этом году мы планируем подключить 117 объектов, это 45 школ, 16 ФАПов, 37 органов власти, 9 ТИКов, 5 органов Росгвардии и 5 пожарных постов. Подключение социально значимых объектов в сети интернет предусмотрено в рамках государственного контракта, который заключила Минкосвязь России в прошлом году с компанией Poweristелеком. Контракт рассчитан на три года, то есть подключение к интернету производится поэтапно в течение трех лет. Трафик также интернета будет обеспечиваться до конца 2021 года. Продолжается голосование за звание «Главное дерево Европы» в 2020 году. На сайте проекта 3oftheer.org размещены все 16 претендентов, в их числе калмыцкий «Одинокий тополь». Федеральные и региональные российские СМИ начали информационную поддержку «Одинокого тополя». Принять участие в голосовании призвали жители Тюмени, Саратова, Брянска, Нарафаминска, Вятки, Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Ставрополье и многих других городов и регионов России. Отметим, что видеоролик, подготовленный телеканалом «Хамдан» в поддержку «Одинокого тополя», включен в эфир целого ряда региональных телеканалов. Как мы уже сообщали, голосование на официальном сайте конкурса началось 1 февраля и продлится до 1 марта. На данный момент «Одинокий тополь» находится на четвертом месте, уступая лидерство деревьям-конкурсантам из Чехии, Хорватии и Румынии. В голосовании может принять участие каждый желающий. Достаточно выбрать двух кандидатов и ввести свой личный адрес электронной почты. Мы вводим в адресной строке браузера название сайта 3oftheyear.org. Переходим дальше к голосованию. Знакомься с описанием и всеми необходимыми условиями. Напомню, что в конкурсе участвуют 16 деревьев Европы. И нужно отдать голос за двух претендентов. Соответственно, мы отдаем голос за наш колумбанский «Одинокий тополь» и выбираем второго. Далее нажимаем на отметку «Голосуйте». Здесь вы вводите свой адрес электронной почты. Подтверждаете верификацию. Отмечаете галочки на том, что вы согласны со всеми условиями конкурса. И нажимаете «Голосовать». Ну а жители Калмыкии тоже активно голосуют. Многие уже сделали свой выбор и призывают жителей республики подключиться к голосованию. Вы голосовали за «Одинокий тополь»? Нет, еще не голосовал. Сейчас голосование идет за главный дерево Европы. Я знаю, я буду голосовать. Вы как поддерживаете? Конечно, поддерживаю. Для Калмыкии это один из символов наших природных. Так что я буду голосовать. Вы голосовали за «Одинокий тополь»? В чем голосование идет? Да, в чем голосование идет? Да, в чем голосование идет. С 11 по 14 февраля. Вы как поддерживаете? Конечно, на побежье не хотелось бы, чтобы первое место было в «Одинокий тополь». «Одинокий тополь» для нас, для нас это была бы святыня. Оно поддерживает нас. Надо развивать его, чтобы все знали об этом. Тем самым можем развить лучше туризм в нашей стране. Ну, стыдно мне, что не голосовало, но в связи у нас с такой быстротечностью и, наверное, суетой, это мой минус. Голосование до конца месяца вы еще успеете проголосовать? Да? О, ну это хоть камень с души. Конечно, я проголосую. В Листе пройдет день зимних видов спорта. 15 февраля в 10 часов на территории средней школы номер 21 состоится главный зимний праздник спорта, посвященный шестой годовщине проведения 22-х Олимпийских и 11-х Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. А также пройдет торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. В этот день каждый желающий сможет показать себя в таких спортивных дисциплинах, как легкоатлетический забег, эстафета и веселые старты, турниры по мини-футболу, армрестлингу, броски в кольцо. Победители и призеры соревнований будут награждены памятными дипломами, кубками, медалями, а самые активные участники получат диплом Олимпийского комитета России. Полиция Калмыкии проводит рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил тонировки автомобилей. Помимо тонировки, полицейские ведут на постоянной основе работу по выявлению фактов управления транспортом нетрезвыми водителями. Ежедневно сотрудниками госавтоинспекции проводятся масштабные профилактические мероприятия совместно с членами общественного совета при МВД Калмыкии. Накануне в ходе очередного рейда стражи правопорядки выявили более 40 нарушений ПДД. 33 из них было связано именно с тонировкой. При этом только 16 водителей согласились добровольно устранить внесенные изменения. 17 же любителей тонированных транспортных средств привлечены к административной ответственности. Опасность управления автомашиной с нарушением правил тонировки автомобиля заключается в том, что в темное время суток водители не могут адекватно отсутствовать на основе своего транспортного средств, что косвенно может служить причиной дорогих транспортных происшествий. За нарушение правил тонировки автомобиля в соответствии с контактной Российской Федерацией предупреждены административные ответственности в виде штрафа продвинутых регистраторов. Водителю выписываются требования об устранении данной неисправности, в соответствии с которым он обязан в течение суток удалить термировку и спереди стекла своего автомобиля. За неуполнение требований устранить данную неисправность водителю грозит административный арест в доп. транспортных средств. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленые точки» и «Ростелекома» на сайте РИА Калмыкия в специальной вкладке. На этом у меня все. Далее прогноз погоды на завтра. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. В ближайшие сутки в Калмыкии ожидается переменная облачность, местами осадки в виде снега и дождя. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по республике ночью минус 7, минус 10, днем плюс 3, минус 1. В Лесе ночью минус 7, минус 8, днем 0, минус 1. В последующие двое суток возможны осадки в виде снега с дождем. Редактор субтитров А.Семкин